Дорогие соотечественники! Как видно, по всему происходящему в этом бренном мире, в котором мы живем, и потому для нас очень интересным и очень важным происходят удивительные события, которые со всей непреложностью доказывают нам, что мудрость наших предков, которая помогла им выжить в течение многих веков, ее принципы, которые основаны на выработанных ими традициях, остаются неизменными. Никакие гаджеты, никакие интернеты, никакая электроника, никакие хитрые пиар-технологии не могут заменить человеку мудрость его предков. Потому что мы знаем, что все империи, все государства разваливались ровно тогда, когда утрачивали связь с традицией, когда переставали уважать мудрость своих предков. Чтобы обсудить эту тему, мы пригласили к нам в студию Юрия Рожку, человека, ищущего философа, журналиста, публициста, общественного, политического деятеля. Кстати, о политике. Если кто-то думает, что из политики можно так просто увильнуть, появиться на арене и исчезнуть в небытие, то они глубоко заблуждаются. Это дар у человека Божий. Что такое политик, настоящий политик? По Аристотелю, это человек, который стремится воплотить добродетель во все, что связано с жизнью общества. А добродетель, мораль, это все у нас от предков. Итак, приветствую тебя. Юрий, как говорят, то ли по спутнику передали, то ли ворона прилетела, что ты занят сейчас очередным, так сказать, процессом продвижения знаний в народ. Есть такая. Ты работаешь, насколько дошло до меня, что ты работаешь сейчас над переводом одной очень интересной книги. И я знаю, что в этой книге самое интересное – это твои предисловия. Как-то Скачук пошутил, вот я ему послесловие написал, и вот он мне такой комплимент сделал. Говорит, Виктор Иванович, вот эту книгу мне стоило написать хотя бы для того, чтобы вы написали к ней послесловие. Я читал и книгу, и послесловие. Поэтому я знаю, что твоя работа над переводами – это не просто стремление передать дух и форму, и по возможности глубокое содержание именно то, которое имел в виду автор, потому что при переводе часто теряется, а какова же, собственно, позиция автора. Поэтому ты, я знаю, ты переводишь прежде всего книги тех авторов, позиция которых и глубокие убеждения тебе во многом созвучны. Итак, что это за книга? Какого автора? Чему она посвящена? И на какие мысли она тебя подвигла? Что нового родилось у тебя за это время? Ну, до передачи мы говорили с тобой о том, что один из авторов, который мне очень импонирует, с которым я очень хорошо уже знаком и подружился, его зовут Эрвей Жювен. Это француз, экономист, писатель, публицист, международный консультант, человек, который всю жизнь занимается глубинно осмыслением падения Франции. Почему во Франции исчезает культура, традиция, религия, происходит ментальная, интеллектуальная, психологическая, культурная оккупация, он говорит. И деградация. И деградация, конечно. И почему Республика Франция стала колонией Соединенных Штатов Америки или корпоративного капитализма. То есть это суверанист, это человек, который пишет свои книги как манифесты. Это не просто аналитик, который показывает, как падает вся Европа, что такое Евросоюз и так далее. То есть это не просто алармист, это боец. Это предпоследняя его книга, называется «Ле мюрде де луэсне патумбе», что означает «Западная стена еще не упала». То есть он делает такое сравнение, что восточная стена, берлинская стена провалилась в последнем году, а вот стена западная не провалилась. Он говорит о том, что… Западная стена, это он имеет в виду стена, как атлантический вал типа, что ли. Ну да. То есть как англосаксы ухитрились. Вот есть такая шутка, да, что кто победил во Второй мировой войне, конечно, русские, а кто выиграл, американцы. То есть победа, военная победа. Как и редко уже бывало в истории. Военная победа принадлежала Советскому Союзу, а финансовая и экономическая принадлежала Соединенным Штатам Америки. Идеологическая. И это очень интересно, потому что мы смотрим иногда только на наш регион, на то, что происходило в нашей истории, и не замечаем, что вообще-то двухполярный мир, Советский Союз и Соединенные Штаты со своими сателлитами, означал в то же время, что здесь была оккупация, был контроль военный, идеологический, политический в Восточной Европе. Варшавские договоры. В Западной Европе была не лучше. И поэтому мыслители Западной Европы очень внимательно сосредоточены на том, как помочь своим народам превзойти этот новый тип оккупации, который не всегда чувствуется людьми, потому что... Потому что часто это ментальная оккупация. Конечно. Об этом очень хорошо говорит. Он характеризует тип капитализма, который... Что такое капитализм? Он говорит «le capitalisme de désir», капитализм желания. Или, как говорит Мишель Клоссар, другой французский экономический мыслитель, он называет это «le capitalisme de tentation», то есть капитализм искушения. Очень хорошо ты перевел. Именно искушение. Потому что мы знаем, насилие и искушение – это два основных рычага. Конечно. Если коммунист держался на насилии, на скручивании гаек, то он мог убить твое тело, но душа оставалась чистой. А искушение? Это искушением западного общества. Рабство от души. Да, все. Ты можешь быть жив-здоров сто лет жить, а все равно никаких шансов у тебя остаться нормальным человеком. То есть это очень интересный подход против финансового капитализма, против либерализма, против доминации американской империи. Мне очень импонирует, что РВЖВН, как и другие авторы, он подчеркивает, что не нужно путать американский народ с американским истеблишментом. То есть все равно, что путать советский или российский, русский народ с Брежневым или со Сталиным, да? Или там компартию с народом. Давай этот, я буду так, господа политики, вы сейчас получили очень хороший посыл, четко сформулированный, от политика Юрия Рожки. Не элиты должны только дружить друг с другом. Друг с другом прежде всего должны дружить народы, потому что все народы мира опираются на культуру и духовность своих предков, которые эти самые элиты очень часто ни во что не ставят и растаптывают. Я взялся за этот перевод, раз вы зашла речь об этом вместе с моей дочкой Иоанной, но поскольку у меня много работы, и она сейчас закончила лицея и так далее, мы решили доверить этот перевод одной профессиональной переводчице из Бухареста, которую зовут Руксандра Ерудаки, и эта книга появится одновременно и в Бухаресте, и в Кишиневе. Теперь, я когда написал автору Эрвежи Вену об этом, он говорит, Юрий, давай то и на русском. Я написал Александру Дугину, моему другу из Москвы, философу и геополитику Александру Геричу. Так и так, наш общий друг Эрвежи Вен хотел бы сделать это в русской версии. Ждем сейчас, Александр Герич подыскивает переводчика. И, это впервые, военная тайна, моя мечта сделать презентацию этой же книги в четырех городах. Бухарест, Кишинев, Тирасполь, Москва. Один и тот же автор, который может быть одинаково глубинно воспринят, как в Румынии, так и в Молдове, в Приднестровском регионе и в России. Великолепная идея, потому что, вот старая мудрость говорит, можешь от родственников сбежать, можешь от друзей, еще от кого-то, но от соседей, да никуда ты не денешься. Географию не изменишь. Это очень интересная работа. Теперь, уже мы завершаем, я надеюсь, что в течение максимум двух месяцев, а может и раньше, появится другая книга, которая уже на русский переведена, благодаря тоже профессору Дугину. Она называется «Путин, Евразийская империя». Это не пропаганда, это не идеология, это метафизическое и геополитическое осмысление. Одним французским автором рубинского происхождения его зовут Жан Парвулеско, очень известный. Наверное, это самый значимый евразиец. На слуху. Самый значимый евразиец 20 века из Западной Европы. Вот такая вот глыба интеллектуальная. Ну, скажем, после Эмиля Чарана, после Мирча и Ильяти, это третий помощник. Он на лет 10 был моложе их. Со всеми они дружили. Это все были эмиграции интеллектуальной элиты румынии после становления коммунизма и так далее. Мне очень импонирует этот автор. Тем более, что он написал 32 книги, а на румынском еще не одной. На русском уже две. Вы издали. Уже издали. С послесловием тоже профессора Дугина. Теперь эта книга очень важна, поскольку он делает очень интересный анализ на протяжении нескольких десятилетий. Это не книга, написанная так, сел и написал книгу. А это программные статьи видения, которые он писал в течение десятилетий. Он собрал воедино эту коллекцию и дал ей это название. Он думает о судьбах Евразии, о том, что Евразия представляет собой одну цивилизацию. В общем, это, скажем, упрощаемо сказать, что это голлист. Скажем так, он не противоставляет Западную Европу и Евразию по имени, как Тартария, там все эти благоглупости. Он считает, что Евразийский континент от Атлантики до Тихого океана суть единая целая. Да. Это комплементарные пространства. Взаимодополняющие. Это одна цивилизация. Он очень интересно, кстати, приводит то, что и наш друг Николай Стариков хорошо анализирует в своих книгах. Глубинные причины Первой и Второй мировой войны. Как Аглосакси развели немцев и русских на эту войну. То есть, моя попытка это... Скажем так, как морские нации развели континентальные. Точно. Вот, это две работы, которые сейчас, мне кажется, важны, чтобы они появились. Как всегда, мы будем организовать публичные презентации этих книг. По возможности, это зависит от наших финансовых возможностей, будет трансляция в интернете в прямом эфире. И, если можно, я сейчас скажу еще о двух авторах. Потому что, честно говоря, я... Ну, на чем... Вопрос был такой. На чем ты работаешь? Раскрой секрет. Вот это моя работа. Раскрыл я где-то полгода назад одного сногсшибательного тоже французского автора. Его зовут Люсиен Сериз. Его первая книжка, которую он написал анонимно, на 64 странице, называется «Ла гувернанс а веклю каоу» «Правление при помощи хаоса». Что такое управляемый хаос? Как это действует? Как это функционирует? Я вас с Колей Стариковым как-то поспорили, мы так в кулуарах вот показывались. Я говорю, Коль, ну, послушай, что такое управляемый хаос? Это оксюмарон. Вот тот, кто надеется, что он управляемый, кидает спичку. И потом, когда это вспыхивает, мы получаем хаос. Все равно есть хаос. Он управляемый только в печке и в тушке. Согласен с тобой, когда мы говорим о физических явлениях, но здесь идет... Давай приведем такой пример. Вот это нашествие мусульман в Европе. Это как управляемый бардак. Бардак есть бардак. Хаос используется в случае этого автора условно. Почему? Потому что это процессы, которым кто-то свыше управляет, но для общественного мнения представляется как хаотичное движение. За непониманием сути явления. Как является теперь нашествие... Французы называют это реплассмант, то есть смена. То есть сейчас что происходит, миллионная волна мигрантов в Европе, она только, видимо, на первый взгляд она является хаотичной. Нет, ее очень хорошо управляет господин Джордж Сорош и другие игроки, глобалисты. Огромные деньги на это. Зачем? Для того, чтобы Европа не укрепилась и, не дай бог, сблизилась с Россией. Там нужно все расхромсать, все разрушить, вплоть до гражданской войны. То есть континентальные нации делают все возможное, чтобы нации, скажем, сухопутные не объединялись. Чтобы они между собой, вот Германия, Россия, все, что были все время. То есть не дать Евразии от Атлантики до Тихого океана объединиться. Что интересно, что вот данный ряд авторов, в основном это французы. Последние годы я больше французами занимаюсь. Кстати, один секунд. Знаешь, у меня такое подозрение. Если ты мне скажешь, что и четвертый автор у тебя тоже француз, я не удивлюсь, видишь? Вот так, смотри. Я тебе вот сейчас как бы выскажу предположение. Помнишь вот знаменитые столетние войны между Англией и Францией? Они не кончились. Конечно нет. Они продолжаются. Тогда мои друзья... Потому что сухопутная Франция и морская Британия, как оно было, так оно и осталось. Когда мои друзья французы выпьют стакан вина или лишний стакан вина, они поют. И когда они поют военные марши и так далее, лейтмотив всегда один, как французы отомстят англичанам. Вот так. Помнишь, Беллингтон раскромсал наполеоновские войска в Испании? И знаменитая битва при Ватерлое, это конец, так сказать, имперским притязаниям Франции. И они этого им не забыли. Конечно, конечно. То есть дух Наполеона и дух Веллингтона, они в могилах, тела, но дух витает. Ну конечно, потому что мы по наивности думали, что СССР и Соединенные Штаты конфронтируют по идеологическим мотивам. Нет, это геополитика, которая является константой в отношениях морских и сухопутных цивилизаций. Это вечное явление. Просто мы по своей наивности смотрели только на поверхность, на оболочку. Теперь тот же Люсьен Сирис. Почему он важен и почему я упоминаю эти имена? Может быть, наши телезрители будут искать это в интернете. Если надо будет, я что-нибудь могу им подкинуть по имейлу в PDF-форме или через Facebook. Одна из каких мне показалась вообще сногсшибательная. Она называется «Невропираты». Еще раз. «Невропираты». А слово «нервы»? «Нервы» или что? Да. Ну, то есть, ментально имеется в виду. «Пиратирование мозга» как бы, да? Ага. Или о социальных инженериях. Как функционирует социальная инженерия? Это намек на нейролингвистическое программирование. Программирование, точно. И как он стремится к ней. Да. Там приведено огромное… Сейчас же как принято говорить. Вот, нас зомбируют. Да мы, черти, сами стремимся к этим гадостям. Во чем беда? Потому что человек слаб. Соблазн. Человек слаб и придается соблазну, искушению. Фасцинации, как говорят русские. Уже тоже так говорят. Фасцинации. То есть… Ну, фасчинант по-нашему. Нечто изумительное. Из ума тебя выводящие. Да, да, да. Чарующее, скажем так. Да, очарование. Вот очарование картинкой производит следующую штуку в голове человека. В отличие от текста, от слова. Слово предполагает интеллектуальную концентрацию и критический подход. И рефлексию. Конечно. Картинка, даже если ты не слушаешь текст, картинка, она вкладывается в твое подсознание. И когда нужно, вот как собака Павлова, то твой мозг реагирует на это, выходит из подсознательного. Это автоматизм подсознания. Автоматизм. И это происходит, производится огромное количество документов, огромное количество примеров, как это функционирует, и как можно манипулировать обществами. Написано очень много книг о дезинформации и манипуляции. Но такого талантливого автора я давно не встречал. И последняя его книга, которая называется «Возвращение на Майдан». Это сейчас она появилась, два месяца назад. Великолепное название. «Возвращение на Майдан». Чудесное. Или гибридные войны НАТО. Это абсолютно сногсшибательный документ. Очень точное название. Он напоминает, я о французской революции, я о большевистском перевороте, я о разных военных конфликтах, о том, что происходит в арабском мире. Настолько неожиданное, на первый взгляд, сравнение. И он просто показывает, как это действует. Как действуют технологии, механизмы порабощения народов при помощи очень тонкой манипуляции. Он говорит, что в такого рода конфликтах все думают, что есть две стороны. Нет, всегда есть три, но третья сторона не видна. Она дергает за ниточки. Поэтому мне кажется, что я уже, конечно, связался с Сиризом. Сейчас есть Фейсбук, нашел его, сказал, что это такое-то, такое-то, у нас общие друзья, издатели, философы, писатели и так далее. И сказал ему то же самое. Ваша книжка, хорошо бы, чтобы она появилась и на русском, и на румынском языке. И в России, и в Румынии, и в Республике Моно. И в реакции? Конечно, очень положительная, но это еще не все. Еще есть другие авторы. Вот скажи мне, пожалуйста, фамилия Бобок, она звучит так в нашинский, да? Я открываю интернет. Ну, типа Гидса Бобок звучит. Да, открываю интернет. Православный батюшка из Парижа беседует с одним известным публицистом и писателем, тоже моим другом, его зовут Жан-Мишель Берноше. Жан-Мишель Берноше представляет книгу этого человека, которая называется «Трансгуманизм». Это очень интересная работа. Батюшку зовут Жан-Бобок. Я полез в интернет быстро. Что за Жан-Бобок? Видимо, он родился в Париже, но он выходит из Румынии. Настолько мудрый человек, настолько глубинная метафизическая интерпретация трансгуманизма. Как он его определяет? Конечно, это сатанизм. Но с точки зрения технологической… То есть, нечто, находящее вне гуманизма. Конечно. Во-первых, это происходит от идеологии прогрессизма, которая сопутствует новому времени, модерну. Человек должен постоянно усовершенствовать самого себя, даже при помощи впаиваемой из себя разных чипов, укрепления способностей мозга, смена глаз и так далее. Или креоджение, чтобы я там лег в холодильник, через тысячу лет я вышел туда свеженьким. Нам кажется это смешным, но это уже происходит в массовом порядке в Соединенных Штатах и Западной Европе. Процесс пошел, как Горбачев говорил. То есть, совсем другая антропологическая интерпретация сущности человека, личности. Потому что это вторжение уже… И интересно. Вот есть софт, как говорят, а есть хард. Это уже с нашим хардом, с телом что-то начинают чудить. Конечно. И что интересно, что этот священнослужитель недавно стал священнослужителем, лет 6, по-моему, назад. Он профессиональный ученый и врач. То есть, человек понимает и физику, и физиологию, и теологию. Вот в этом исключительная важность этой работы. Сочетание вот это. Очень мудрый человек. Мне кажется, что подобного рода люди способны привлечь внимание. Почему я акцентирую внимание больше на западных авторов сейчас? Потому что у меня достаточно друзей и в России, и на Западе. Потому что в общественном сознании Республики Молдова, да и наших соседей Румынии, всего региона, когда-то кто-то приезжает из России, ну, рука Москвы, путинские агенты и так далее. Вот вам, ребята, академически светила Западная Европа. Надо будет, притащим из Америки. Я говорю о людях, которые имеют серьезную интеллектуальную значимость в своих странах и даже мировые величины. И способность аргументировать в своих книгах и в своих публичных выступлениях состоянные дел на глобальном уровне. И на уровне каждого народа, каждой семьи и так далее. Мне кажется, очень важна, потому что, на мой взгляд, наше общество находится в состоянии попытки сформулировать причины наших бед. Это окончательная версия причин не сформирована. Мы находимся в поисках. Есть экономическая интерпретация, есть духовная интерпретация, есть идеологическая интерпретация, есть геополитическая интерпретация. Вот когда этот синтез произойдет, когда мы сможем сформулировать серьезный... И увидеть из-за технологий, из-за всеми этими вещами, что происходит. Когда мы установим, по-другому говоря, диагноз, причину наших болезней, но первое дело, для того, чтобы мы начали выздоровлять, мы должны понимать, что мы больны. Что у нас не все в порядке. Нет диагноза, будем лечить не от того. Как его звали, этот автор, забыл, американский автор, его роман назывался, переводи на русском, что-то случилось. Вот ты чувствуешь, что что-то произошло, что-то происходит, которое ты интуитивно отвергаешь, но ты не можешь это когерентно выложить на бумаге, в видении на мир, что происходит. И вот все авторы и мои друзья вот такого вот толка, они пытаются своими интеллектуальными усилиями, писательскими, публицистическими, профессиональными усилиями помочь человеку разобраться. Что с ним происходит? Ты знаешь, что интересно, Юр? Вот это, на мой взгляд, вот этот вопрос, что происходит? Дело в том, что вот человек, вот я тоже вот сейчас как раз для Российской Академии наук статью пишу, она называется приблизительно так, воля к совершенству и воля к заблуждению. Потому что есть воля к вере известная, вот то, что ты говорил, вот это французское слово «стремление», вот оно, то, что движет. И создается такое впечатление, что вот мне очень понравилось, что вот собаку Павлова вспомнили, условные рефлексы. Дело в том, что один очень мудрый человек, лауреат Нобелевской премии, один выходец из Вены, когда погромы там были еврейские, он еще ребенком покинул во время, еще в начале войны, Эрик Кандель, и он стал лауреатом Нобелевской премии, это Титан. Что он обнаружил? Он изучал простейшие существа, улитки, там всякие, там где речь идет на буквально несколько десятков нейронов. Весь мозг, вот то, что невра и так далее, очень простой. И что он обнаружил? Он обнаружил, что уже в эволюции, в природе, а мы забываем часто о том, что мы создание Божие, и у нас есть генетика, и много чего такого, да? Что он обнаружил? Вот есть три фундаментальных, как бы, рефлекса, назовем их так. Первый – это привыкание. Ну, если тебя пугают, пугать, ничего не происходит, да пошел. Помнишь про это «волки-волки»? Пастушок шутил, а потом пришли волки некогда. Это привыкание. Второе – сенсибилизация. Что такое сенсибилизация? Ты начинаешь остро чувствовать то, на что раньше, не обращал никакого внимания. Но есть и третье. Вот в чем революцию, которую Иван Павлов, кстати, тоже лауреат, один из первых Нобелевской премии, вот гордость, так сказать, нашей евразийской науки. Вот это знаменитый условный рефлекс. Что такое условный рефлекс? Значит, лампочка зажигается, а у собаки уже слюна. Почему? Ее приучили. К чему? Что как только вот будет пища, перед этим зажигается лампочка. Так вот, Павлов сделал потрясающее открытие, и Кандель, он об этом говорит, что он заметил, что есть не просто обычная сигнальная система, ну там лампочка зажигается, током бьет или еще там, это все на уровне простых сознаний. А у человека, оказывается, есть точно такая же реакция на так называемый символ. Если это слово символ, и оно не требует ментальных, оно работает с автоматизмом вот этой улитки, с автоматизмом собаки. То есть мы, вот Божие создания, у нас есть и то, что природное, вот у нас биологическое, да, оно очень сильно, мы этим выживаем, эта эволюция у нас стоит. Есть натура, грубо говоря, и есть культура. И вот когда люди освоили, как с помощью символов, а Фрейд доказал, что подсознание управляется, программируется управляемыми символами. И вот когда люди это поняли, вот самое страшное, что творится сейчас и в интернете, и в обществе, нас везде начинает приучать потребность к символам, символам престижа. А вот я... А ведь, и мне почему этот Бобок, я так пошутил, там, типа, Гитса Бобок, вот, видно, очень умный человек, который пытается, вот, завоевание современной физиологии, всех вот этих наук, связанных с генетикой, с нашим поведением инстинктивным и так далее, с культурой. Вот на этом пересечении, вот это вот, ты говорил, тело наше становится все более чипов, там, в него всякие и так далее. А с другой стороны, мы забываем, что и наше подсознание, и нашу душу точно так же начинает проникать вот эти вот манипуляции, вот то, что... Только, ну, дело в том, что... И что страшнее, еще неизвестно. Конечно. Дело в том, что все эти процессы невозможно глубинно понять без духовной, теологической, религиозной интерпретации. Ты можешь быть не практикантом, но если у тебя нет метафизического подхода, ты не сможешь понять, даже не обязательно религиозного, хотя бы метафизического подхода, ты не сможешь понять, что происходит с тобой, что происходит с обществом. Вот твой вопрос, он кардинальный. Что происходит с нами? Вот помнишь, у Христа знаменитая? Ко вадис? Камаградеши? Куда идем? Ведь вопрос, что происходит с нами, он очень сродни тому, куда мы идем, куда мы движемся. Согласен. Вот возвращаясь к эффекту видео и телевидения, вот когда мы говорим о том, что ты читаешь что-то, да, вначале было слово, ты концентрируешься, твой мозг прислушивается к этому тексту, это нужно особое усилие. А картинка врезается в мозг инстантану. Да. Символ и образ разные вещи. И вот есть другой автор, уже из Румынии, его зовут Верджилио Георги. Он написал книгу о том, о влиянии телевидения на мозг человека, основывается особенно на американских ученых. И он доказывает, что самый страшный эффект чрезмерного потребления телевизора и интернета, это потеря возможности восстановить причинно-следственную связь. То есть, ты становишься просто дебилом. Картинка, она позволяет якобы понять нечто сразу сходу инсайт. Да. А рефлексию включить? Нет, они получают. А что, она вырубается? Это называется фрагмент, или как можно, клиповое осознание, фрагментарная местная реальность. Там футбол, там концерт, там ток-шоу политический, все. А что с ним происходит, то не задумывайся. Да, это очень важные, мне кажется, элементы, которые должны стать частью публичных дебатов в Республике Молдова. К сожалению, у нас не происходит, или почти не происходит данного характера разговора, публичной беседы, потому что, может быть, еще некому. У нас интеллектуалы больше заняты какой властью и как услужить, а не тем, чтобы до какой-то... Вот я как понимаю, интеллигенция, да и Россию погубила в свое время, интеллигенция, я имею в виду средний вот такой интеллектуальный уровень, она почему-то считает, что она вправе учить народ отсталый, темный, в своих культурных невежествах, как они думают. Прогрессивная, светлая и так далее. А на самом деле деструкция, деструктивная вот такой интеллигенции, которая берется учить народ сначала туда, а потом сюда, она страшная. Она с другими ценностями или антиценностями, она уже не имеет ко мне. Смотри, красивое слово интеллигенция, слово интеллектус, разум. А вместо разума, я вот иногда вижу дебаты по телевидению, на некоторых каналах, где любят сшибать лбами разные мнения, и я вижу, это штамп спорит с штампом, адепт с адептом. Мы если включим телевизор... Пытки разобраться в процессе, якошенев, урачи, уфакучи, наздровани, все... Ребята, а что с нами происходит? Вот этот вопрос, который ты четко сформулировал. Ты много... Я помню, как ты на одном канале пытался что-то объяснять, а тебя засыпали всякими бреднями, чушью. Поэтому я уже не хожу. Меня не приглашают на такого канала. Вот ты однажды, по-моему, даже не выдержал, так встал, вздохнул и пошел с Богом. Да, было и такое. О чем говорить? Было и такое. Нечего времени терять, и мне кажется, что... А ведь это архив важно. Вот я тоже в программе «Позиция», почему и тебя, Юра, приглашают других людей, которые пытаются понять, что с нами происходит, кто мы такие, что происходит с народами вокруг нас, в мире вокруг нас, почему мы по три раза избираем одних и тех же жуликов и идиотов, что нами движет. Ведь это же не просто так. Знаешь, на этот вопрос есть простой ответ, что... Вы еще не все поняли, что так задумана система. Вот, кстати, опять... Ты можешь сказать, что я чокнутый на этих книгах, но я действительно немножко... Почему чокнутый? Чокнутый, как для мамы. От книги не чокнутый. Еще одну очень интересную штуку. Есть такой автор. Это адвокат-специалист в области фискальной области, в налоговой политике. Ее зовут... Я сейчас вспомню Валерий Бугол. И она написала с одним очень пожилым дядькой, которого зовут Жан Реми. Написала с ног шибательную книгу о сущности денег, монеты. Как это действует? Что такое... Кстати, это вопрос вопросов. Посмотри, ведь многие смотрят на деньги. Даже если взять и по Марсу, и по Рикардо, и по Адаму Смиту. Обычно какую функцию за деньгами? Функция первая. Значит, это нечто, способствующее обмену. Облегчающий обмен. Раз. Вторая. Тезаврация. Хранение какой-то ценности, так сказать, в упрощенном эквиваленте, чтобы не таскать с собой... Это классическая. Да. Это классика. Это классическая функция денег. Теперь уже все другое. Теперь смотри. И третье, что о деньгах принято говорить, что это еще пропагандистское. Когда ты берешь бумажку и на ней королева Виктория, или Владимир Ильич Ленин, или Штефан Челмари, это безусловно с времен Римской империи императоры свои профили, чеканные на этих динариях. Это пропаганда, скажем, пиар. Я очень вспомнил эту очень интересную даму, потому что я несколько лет об этом писал, нервничал, выступал на разных телевизорах. И что она обнаружила? Какую еще функцию денег? Ну, смотри. Человек, который презентовал ее книгу с авторством, с Жаном Реми, говорит, ну что, Валерий, по-вашему, уже политики не осталось? Экономика доминирует над политикой? Она говорит, да, но над экономикой доминирует финансовая система. И вот когда мы поймем эту матрешку, не будем задавать себе глупых вопросов, а почему плохотнюк? А, ребята, это классика жанра, тут это не исключение, это правило, это не исключение. Концентрация финансовой мощи для завоевания власти с тем, чтобы приумножить деньги для того, чтобы удержать власть. И, внимание, это происходит во всех странах. Вот это я хотел сказать. Потому что вот это так называемый эффект Матфея. Ибо сказано, деньги липнут деньгам. Лао Цзи за 500 лет до Матфея, то есть 2500 лет тому назад, мудрый китаец Лао Цзи, его Толстой обожал и другие. Он как-то раз горючего сказал, это первый, один из первых философов Китая. Он говорит, путь неба таков, отбирать у избыточного и давать недостающему. Путь человек совсем другой. Отбирать у недостающего и прибавлять к избыточному. И, увы, мы видим, как исчезает средний класс, или бедная нищета на грани выживания, или сверхбогатые. Это во всем мире происходит. И еще, это, мне кажется, очень важная мысль. Кстати, она созвучна тем, что пишет русский автов, известный экономист и православный мыслитель Валентинович Катасонов. Он в своей работе, целый ряд даже работ, подчеркивает о том, что это денежная цивилизация. Когда мы говорим, что деньги это все, или деньги главенствуют, то есть нумеризация всего, то есть все... Все оцифровано. Все? Или как в этом дурацком советском анекдоте? А в Париже есть деньги? Обратите внимание, сейчас же нас всех призывают отказываться от этих бумажек, и чтобы все было в оцифрованной форме. Кстати, Люсьен Сирис в книге, которая сейчас появилась в Украине, в государственном перевороте 2014 года, Ле Турс-Сюрлё Майдан, он говорит, БРИКС, обратите внимание, две буквы уже упали. Такой софт-переворот. Напомню нашим телезрителям, имеется в виду Бразилия. Россия, Индия, Китай, ИС, Саус-Африка, то есть Южная Африка. Теперь, что происходит, напоминаю этот автор, книга еще тепленькая, только появилась. Ребята, две буквы уже упали. А упала бы пропала, помнишь? Да, и что осталось на трубе? Почему? Потому что в Бразилии президента, я забыл сейчас имя этой дамы, сместили при помощи американских спецслужб. Все, импичмент, она ушла. Внешняя политика этого государства изменилась. А в Индии впервые в истории человечества изъяли из обихода бумажные деньги, остались только электронные. Помнишь, где-то год назад штурмом брали, показывали... Да, скандалы, кассы брали. Внимание, там миллиард людей. То есть, изъятие из обихода, как называется, денчеркулации. Помнишь, павловские реформы один в один? Смотри, теперь это что? Только это еще страшнее. Индия, первый эксперимент к тому, что означает попытка восстановления мирового правительства. Нужно и об этом сказать. Электронные деньги, все. Все, человек контролируем. И центральный компьютер может тебе разрешить взять деньги, твои, или не разрешить. Или ты сегодня можешь тратить 50 долларов, а завтра 115. То есть, со свободой, либерализмом, реальным, поконченным. Это я предложу тем людям, я читаю такие книги, которые прекрасно показывают и доказывают, что либерализм более тоталитарен, чем коммунизм. Более тоталитарен. Просто, как мы говорили, что общество и искушение... Есть такое, вот как управляемый хаос, оксумаронный, можно спорить об этом, так и тоталитарная демократия. Слово казалось не сочетать. И еще как сочетается. Ну смотри, когда мы говорим о демократии, что, блин, голосуют опять не так. Люди все решают, да. А так оно и есть. Я напомню про другого автора. Есть такая Татьяна Грачева, очень интересный автор, специалист в области стратегии и так далее. За свои книжки ее там немножко отодвинули из своей университетской работы. Очень известный российский автор. Одна из ее книг называется так. «Когда власть не от Бога, а иначе и быть не может». Корень власти – Сурс Апутерий. Либо власть свыше. И тогда тобой правит помазанник Божий. То есть это монархия. И все религиозные, сакральные общества на этом держались. Теперь иллюзия после французской революции – то, что мы низы избираем своих руководителей. И они нашу волю. И они представляют нашу волю. Это иллюзия. В этом ничего уже нет. Массовая демократия. Карл Шмидт, известный немецкий юрист и мыслитель, доказал, что такое массовая демократия, что такое парламентарист. Не удивляйтесь, уважаемые граждане, что в республике Молдова карикатурная власть. Она везде такая, где доминирует. Мало того, я заметил, что принято говорить, мы тут отсталые, темные. Мы норма. Ребята, если вы посмотрите, какие кланы и как правят штатами, наш куматризм – это покажется детской мелочью. Мелочь жизни. Что под завершение хотел бы ты, Юрий, сказать нашим дорогим соотечественникам, телезрителям? Ну, знаешь, Виктор, я бы хотел сказать нашим телезрителям, чтобы вот подобного рода беседы их не омрачали, а наоборот вселяли надежду. Потому что жизнь-то человеческая, она вообще трагична. Судьба человеческая. И пока не осознает человека. Стремление к счастью, к достатку, это абсолютно нормальное стремление. Сейчас тяжело, мы чувствуем, что нас что-то болит. И это нас заставляет двигаться в правильном направлении. Теперь у нас, как бы, ну, как человека, тело, у него поднимается температура, значит, он имеет шанс выжить. Он борется с вирусами. Выжить так и мы. Мы больное общество, и не только мы больны. Эта зараза распространилась на весь земной шар. Мы находимся в идеологической и духовной брани с глобалистами, с этой сектой глобалистов. И мы должны отстоять свою правду, отстоять нашу веру, нашу культуру, нашу независимость. То есть зовет борьбе, зовет борьбе за человека. Конечно. Нашу экономику, наше право на быть другими, чем остальные народы, относясь с любовью к другим народам. То есть не быть оцифрованными чурками. Точно. Большое спасибо. Тебе спасибо, Виктор. Дорогие соотечественники, у нас в гостях, в гостях у нашей авторской программы «Оппозиция» был Юрий Рожко. Человек, который начинал, чем-то он мне напоминает, Владимира Владимировича Путина, тот тоже был дворовым драчуном когда-то, а потом стал вот таким человеком. Юрий всегда был бойцом. Он за правду, за справедливо боролся и в своем дворе. Он боролся потом и в своей стране. За ту правду, какой он ее видел. И самая удивительная, самая удивительная трансформация, которая произошла с этим человеком, он начал все более и более задаваться вопросом, что с нами происходит. Искать на него ответ и делиться с другими. С вами была авторская программа «Оппозиция» и я ее ведущий, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. «Оппозиция» и я ее ведущий, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Спасибо. Спасибо.